Добрый день! Меня зовут Сарьяна Пономарёва и со мной сегодня, как всегда, Татьяна Азанова. А в гостях у нас интересная девушка, интересный человек Алена Трунова. Сегодня мы позвали к нам человека, который танцует фламенко, то есть такой танец, который ну совсем никак, наверное, не соотносится с нашей традицией, с нашей культурой. И вот поэтому нам стало интересно, как же люди в это приходят и что же это даёт человеку. Поэтому я начну традиционно с вопроса Алене. Алена, а как вы начали заниматься фламенко? У меня очень интересная история. Когда я училась в девятом классе, мой папа принёс мне листовочку с рекламкой о том, что в студию найдёт набор группу фламенко. И сказал, что я бы хотел, чтобы ты попробовала себя. Вот. Первая моя реакция была, это то, что я очень не хотела заниматься, потому что мне просто было некогда это делать. В девятом классе экзамен, учёба и вообще другие интересы. Ну да. И ещё папин посыл 15-летнему ребёнку. Может быть и это. Вот. И он говорит, давай всё равно сходи хотя бы на первое занятие. Ничего страшного не произойдёт, думаю. Вот. Я сходила на первое занятие, на второе, на третье. Ну и в итоге шесть лет. Шесть лет. Моего опыта танцевального. Шесть лет — это много. Так, первое занятие так затянулось. Да, оно очень затянулось. Вот. И сейчас я уже понимаю, что это, наверное, любовь на всю жизнь. То есть вот так вот получилось у меня. Алена, а это у вас какой-то профессиональный коллектив, любительский коллектив? Что это всё-таки? Ну, я думаю, что в письме это пока нельзя назвать каким-то профессиональным коллективом. Это просто группа людей. Ансамбль людей, которые хотят и интересуются фламандкой. Искренне интересуются. То есть это огромнейший энтузиазм вот у этих людей. Вот. Не знаю. Надеюсь, что он перерастёт в профессиональное что-то. Так вас же кто-то тренирует? Да. Но сейчас получилось так, что мы сами для себя остались преподавателями. То есть мы сами должны ездить в Москву, в Петербург, учиться вот этому искусству. И уже привозить в Петербург, сами что-то. То есть это получается уже как неизвестная организация. Ну, можно сказать, что и клуб. Думаю, да. Что-то типа этого. А вот я думаю, что важно для наших, может быть, зрителей хотя бы несколько слов о том, чем вы занимаетесь. Как же мы занимаемся? Фламенко вообще это направление в искусстве в Испании. То есть это не только танец, это ещё и музыка, это и пение. Вот. Мы в Петербург пока занимаемся только изучением танцевального искусства фламенко. Вот. То есть в нашей школе, в клубе, да, мы именно учимся основной технике танца. То есть изучаем какие-то направления этого танца, ставим новые какие-то танцы, ну и выступаем и пытаемся развиваться. А выступаете для кого? Или где? А выступаем, мы устраиваем отчётные концерты своей школы. Вот. Это фестивали в Перми Белые ночи, Живая Белые ночи. Вот. В Белых ночах, значит, вас можно увидеть, да? Да. Именно вас. Можно увидеть. А вот вы всё время говорите, мы, мы, мы-то это кто? Мы это ансамбль нашей школы. Мы все вместе, хором или как это? Ну как. Кто-то ведь есть, наверное, есть лидеры, один или два. Кто вы? Ну как, в нашем ансамбле, получается, два лидера, то есть два руководителя. Это я ещё. А вот всё-таки есть руководитель. Да. И ещё одна женщина. Вот. Я сама преподаватель. И я преподаю ещё в более младшей группе, то есть которая занимается два года. То есть мы стараемся привлекать к себе ещё и других людей. То есть вы занимаетесь где-то на чьей-то базе? Получается... Некий частный, не частное какое-то объединение, а... Ну да, пока это получается на базе спортивного дома Рубин, вот, но всё равно, как это вот, в нашей школе только фламенко. То есть вот так вот. Тогда хотелось бы вообще узнать, а вы зарплату за это получаете? Или наоборот, вижу, сами платите за аренду. Да. Ну, как это сказать? Я не могу назвать это, конечно, желаемой зарплатой, да, понятно, что мне хочется больше. Некая условная сумма. Да. Но я считаю давно, что я работаю не за зарплату, а именно вот за то, что я могу приходить, обучать людей фламенко, обучать тому, что я люблю, и ставить какие-то новые постановки, то есть развивать себя творчески. Это замечательно, тогда хочется спросить, а за счёт чего вы живёте? У вас тогда есть профессия, наверное? Это хобби. Это ж хобби, профессия? Это хобби, да. Это хобби. А работа какая? Я пока не работаю, я учусь в университете, то есть я ещё студентка, и пока получается, что мой спонсор — это мои родители, вот, но они, я думаю, не против, раз спонсируют меня. Ну, я думаю, не против. Папа, чем тем более слепа попал, ну, тут не за. Да, он как бы, он только за. А студентка? Биологического факультета. Какие интересные биологи. Вот раз за разом я обращаю внимание, очень интересные студенты, которые учатся почему-то на биологической факультете. Или, может быть, мы так как-то выбрали аудиторию, да, может быть, вы не первые. А что вы для себя находите? Вот во Фламенко? Да, то есть вы как руководитель, и вы ещё и танцуете. Да. Не знаю, и когда я прихожу на занятия, я просто отдыхаю, отключаясь от каких-то повседневных своих проблем. То есть понятно, что я весь день что-то делаю, иногда у меня происходят какие-то неприятные вещи, иногда приятные. То есть это как ресурс? Но всё-таки так интересно, папа вам предложил, вы могли бы сходить и не удовлетвориться, и пошли бы другими танцами заниматься. А именно это направление, чем-то, что-то ведь вас там зацепило? Не знаю, вот у нас вообще, вот у людей, которые занимаются этим, у нас вообще есть такое мнение, что Фламенко такой танец, вот ты приходишь, и если это твоё, то ты останешься там. То есть ты просто что-то будешь получать от этого, каждый получает что-то своё. Если это какое-то не твоё, то есть ты чувствуешь, что ты не хочешь этим заниматься. Про любое действие нужно, кто-то ходит в фарадские танцы, и кто же понимает, что это. Так, идентифицируетесь с группой, а вот вы лично, что для вас, вы остались, вас ведь не насильно попускал, не попущу. Вы говорили, что сначала предложили, а потом осталось. Всё-таки что-то такое есть? Я думаю, что это именно какая-то та возможность выразить себя в этом танце. Может быть, это выразить то, что нельзя выразить какими-то другими повседневными средствами. Может быть, какая-то моя эмоциональность, какие-то мои мысли. Это я сейчас скажу, может, глупость. Там же достаточно даже какой-то напор есть, такая энергия прёт. Когда фламенко смотришь, оно даже немножко агрессивно. Может быть, девушке хотелось это как-то выразить культурно, да? Мы сейчас за девушку придумаем. Я придумаю, я фантазию говорю свою. Потому что, в принципе, какие-то другие танцы можно назвать, где тоже очень много энергии. Это очень энергичный танец. Может быть, он необычен, вот тут прозвучало, что в Перми больше нет ничего экзотики. Да, может, экзотики вот там. Не могу сказать, что вот именно из-за этого, что нет в Перми какой-то экзотики. И фламенко, это, конечно, да, это в чём-то агрессивный танец, но это зависит, опять-таки, от стиля фламенко. Есть фламенко, где танцуют просто для себя, просто показывают, как ты счастлив. То есть это такое, наоборот, там присутствует некая лёгкость. Но, опять-таки, там есть вот эта энергетика, которую, не знаю, я вот хочу передать очень специфичные движения, в которых я не могу найти как-то вот, есть какие-то отголоски в других стилях, да, вообще в других танцах. Но вот именно таких движений нигде, пожалуй, нет. И вот именно, наверное, ну, вот они мне подходят. Вот насколько я опять своим взглядом обывателя наблюдала, там очень много движений ног, да, права. Вот, допустим, если взять те же арабские или индийские, там всё помягче, там никто никуда не прыгает. И вот нету таких движений резких. Вот это вот, ну, мне нравится вообще фламенко. Я вот просто пытаюсь понять, а что же там, что-то, это как-то там, ну, что-то вкладывается в эти движения. Вот как это происходит? Да, конечно. Традиция-то как объясняет это? Вообще, фламенко, как говорят, что если ты знаешь технику фламенко, ты всё равно не будешь танцевать, если ты будешь делать эту технику просто так, без чувств своих. То есть понятно, что в каждую дробь, вот то, что ногами делается, да, в каждое движение рук ты вкладываешь что-то своё. То есть я даже своим девочкам говорю, о которых обучаю, говорю, вы должны вложить жизнь, должны вложить себя, свои эмоции даже в ноги. Потому что это вы танцуете, это не кто-то танцует. Покажите, как вы это сделаете, эту дробь или это движение. То есть это же ваше что-то. Вот тогда, наверное, это психотерапевтичный какой-то танец. Туда можно женщин отправлять. Тогда и любой другой можно. И любой другой тоже. А в терапии, конечно, куда-нибудь делось. По организации опять костюмы, что вот с этим, как происходит? Костюмы, да, мы шьём, заказываем в Испании, то есть на пошив в Испании. Потому что у нас в Перми сложно найти людей, которые бы сшили. Которые вот так сшили. Вот именно, да, вот по специфическим вот этим выкройкам могли бы сшить. Потому что мы приносили даже последнюю свою юбку к швее. Это там на юбку 18 метров ткани? Или это в каких-то других? Там тоже можно потратить. Вот, то есть я приносила юбку своей швее. Она говорит, да, я бы могла её шить, если бы у меня была такая же выкройка. То есть говорит, я такую выкройку впервые вижу. То есть всё равно нужно иметь какой-то образец истинного вот этого, по которому можно шить. И то всё равно нашим не удастся. Она замечательный интернет. Там, наверное, может быть, есть. Нет, в интернете далеко не всё. Если ты что-то найдёшь, да, ткань ещё, ну, как бы вот техника вот этого всего, ну, как сшить, это всё равно всё накладывается. И даже если танцевать в российском, да, и танцевать в испанском, разница всё равно. А аутентичного костюма не будет. Надо, чтобы прямо вот там вот испанка шила. Это было бы идеально. С её коллективным бессознательным испанским. Таких энтузиастов, любителей, не знаю, влюблённых в это направление. И вот наша группа, старший ансамбль, там 8 человек. Так это ведь немного, вообще немного. Это немного, да. Вот. В моей группе, которая занимается 2 года, тоже 8 человек. Вот. Есть ещё совсем начинающие девочки, им сколько они занимаются? Ну, меньше года они занимаются. Алена, а что туда вот, может, прийти с улицы? Или вот как это, как там начинают заниматься люди, что нужно, какие-то данные нужно проверять, специфичные? То есть никаких данных не нужно, нужно только действительно желание. То есть если ты увидел, не знаю, там, танцора, да, и видео, и подумал, я хочу так делать, я хочу танцевать, ты просто приходишь, и всё, если у тебя есть желание, ты освоишь. То есть, конечно, какие-то хореографические способности, да, какой-то танцевальный опыт, он тебе безусловно поможет. В некоторых направлениях он мешает, вот я знаю. Ну, тут тоже может помешать. Но, в принципе, если у тебя какие-то есть данные, они всё равно будут плюсом. Но если у тебя нету данных, и даже если, не знаю, у вас возраст там какой-то... Так, у нас возраст. Нет, не у вас, а вообще. А если, например, возраст у женщины или у мужчины, там, 50 лет, он всё равно может прийти начать заниматься? Всё равно можем. Это же ещё зависит от того, если человек хочет вот именно профессионально начать заниматься, не знаю, получится ли в 50 лет достичь каких-то высот именно профессионально. Говорят, один мужчина начал в 70 заниматься балетом в Японии и занимается. Да. Ну, не знаю, достигнуть, наверное, рисовать в 84 благо. Да, рисовать начало. Главное, захотеть. Не знаю, достигнешь ты этого или нет. В принципе, в 20 лет можно начать заниматься. И ничего не достигнуть. Да. То есть это, опять-таки, конечно, зависит от человека. То есть если ты понимаешь, что у тебя талант... От его данных это зависит? Физических, например, физиологических или только от мотивации? Хочу. Не всегда же наши желания соответствуют возможности. Я понимаю. Ну, если, конечно, у тебя есть данные и желания, ты достигнешь больше, как бы, и быстрее. А если у тебя нет каких-то данных, но у тебя есть желания, ты будешь дольше заниматься, но ты достигнешь этого же. Но просто пройдет больше времени. И если у тебя хватит вот мотивации на это время, да, то есть ты будешь что-то делать постоянно, у тебя не получается, а ты будешь все равно что-то делать... То есть талант не обязательный? Нет. Я думаю, что... Я как-то считаю, что каждый человек умеет танцевать, и талант это... Тут вот я, пожалуйста, соглашу. А что тогда далеко же не все танцуют, что не мешает? А желания нет. А не хотят? Ну, кто-то боится, стесняется. Я знаю, когда я говорю, что даже, допустим, женщинам, кто у меня там в терапии, что вам бы, вдруг вам не хочется. Нет, я боюсь. Я не хочу, я не умею. То есть и все. А насколько там важны, допустим, правила или спонтанность определенная? Ну, вначале... Это же не классический балет, там спонтанности, наверное, нет в балете. У вас, наверное, она тоже есть. Она есть, но все равно вначале... Надо выучить. Нужно выучить определенные основы, да, определенные какие-то техники. А потом уже добавляешь себя, и получается спонтанно. Но спонтанность, опять-таки, должна основываться на технике, которую мы вначале должны получить. А вот до того момента, когда вам папа предложил, вы вообще танцами не занимались? Я занималась художественной гимнастикой. То есть, ну, это тоже танец. Это тоже танец. И как долго? Так, со второго класса по 7 лет. То есть, вы из художественной гимнастики ушли? Да. Но я занималась... Опять-таки, художественной гимнастикой непрофессионально, потому что меня не взяли бы в профессиональную студию. Все-таки хочу, Алена, уточнить. Вы поменяли одно на другое или какое-то время параллельно? Так получилось, что наша секция, где я занималась гимнастикой, она просто... Ну, ее не стало. И год где-то я, как это, ходила без всего. Тогда мне хочется обратить внимание наших зрителей, как потрясающе папа смог этим воспользоваться. Да, это для родителей, между прочим. Иногда родители ищут возможности для своих детей, и говорят там, ну, может быть, это не применительно к вам, Алена, а вообще про своих подростков. Вот бы чем-то он занялся. Ни в одной секции не удержался. Нигде вот все что-то меняет, ищет. Лучше бы ты пошел. Начинает давить, ребенок не хочет. Значит, здесь была возможность, ну, некого выбора, я так поняла. Не захочешь, не будешь этого делать. Да, информацию предоставил. Вот как важен этот момент уловить, и насколько действительно вдруг затянет. Ну, могло не затянуть, но вот так случилось. Тем более, что определенная все-таки подготовка, надо сказать, и неопределенная, достаточно солидная. Ну, да, я думаю, что она мне помогает. Умение удерживаться в одной деятельности, в общем, для ребенка, со второго по девятый. Ну, спортивная подготовка, да. Ну, на самом деле, для меня даже удивительно, потому что я знаю, что у меня есть такое свойство, что я, значит, загораюсь, да, начинаю делать, делать, ну, потом могу перегореть, и могу не доделать немножко дело и бросить. А здесь вот я сама сейчас вот удивляюсь. Действительно, я 6 лет, и я занимаюсь, и я хожу постоянно. Когда ваш самый лучший результат? А там может быть результат? Да, вот хотелось узнать. Ну, пока мой самый лучший результат – это награда на студенческой весне «Хрустальная обезьяна». Это как высшая награда, получается. Это коллективу или вам лично? Нет, за мой номер. За мой личный номер. А, вы за факультет или за университет выступали? Вы являетесь еще постановщиком номера? Да, и постановщиком тоже. И танцуете? Да. То есть, ну как, я танцевала за факультет, понятно, но танцевала я одна, то есть, как бы, это соло было. Награды возможны, но это не в нашем городе, это Москва-Петербург опять-таки. А, надо ездить на конкурсы, да? На фестивале, да, на конкурсы, чтобы что-то. Вам удается это делать? Я планирую только вот в этом году, хотелось бы мне попасть на фестиваль, вот, не знаю, получится это или нет. Вы сказали, вы обучаетесь, ищите новый танц, там, постановка, вот, и вы говорили, что вы ездите. Вы специально для этого ездите на какие-то семинары, там, какие-то танцевальные тренинги, я не знаю, да, мастер-классы танцевальные, да. То есть, приезжают испанцы какие-то из первых рук. Да, из первых рук. Можно получить, в принципе, уже не из первых рук, в Москве уже есть профессиональные танцоры, вот, они тоже могут тебя обучить. Но от испанцев исходит энергия, за которой уже только можно ездить. Понятно, что это совсем другое. Я, ну, сообразила, про что вы. Наверное, это вот из первых рук получить, это как вот свечку зажечь от той свечи, от Иерусалимской, да? Да, да, да. Именно это. То есть, получить вот именно тот заряд, который ты, наверное, не получишь пока ни от кого из российских. То есть, ну, как бы хорошо я не относилась к российским, я думаю, что они сами понимают, что пока, ну, чего-то не хватает. Хотя танцуют тоже хорошо. Как долго у нас вот уже Фламенко-то... В Перми или в России? Культивируется. Ну, или, если вы знаете, в России... В России около 20 лет. Ну, это совсем мало, да? В Перми 8 лет. На самом деле, в Москве 20 лет уже прилично, то есть, уже многое достигнуто. В Перми это, конечно, еще пока, еще в самом-самом начале, то есть, Фламенко еще пока мало кто-то в свете познает. А как дети к вам приходят? Вот вы говорили, что вы занимаетесь. Грамотные папы их туда отправляют, я так понимаю? Ну, да, отправляют, вот. Хотя, я считаю, что это все равно не детский танец, и детям, например, 6 лет, ну, еще рано заниматься. То есть, вот, начиная вот с протесткового возраста, 111 лет, вот, я считаю, что это уже более осознанный возраст. Ну, это уже должен быть определенный эротизм, вот, не детский, да, что-то такое уже на подходе должна быть. Да, то есть, все равно детишкам еще пока сложно, им нужно побегать на занятия, там, как-то порезвиться. А когда мы им начинаем давать сложную технику, они, конечно, устают быстро и им просто становится неинтересно. А техника сложная? Техника, ну, она непростая, по крайней мере. То есть, для нас, как для организма такого, непривыкшего к таким вещам, это, конечно, непросто вначале. Нагрузка больше даже вначале мозговая, то есть, ты должен вообще осознать, что ты делаешь. Особенно, когда ты сделаешь отдельное движение руками, но когда это нужно соединить с ногами, ты узнаешь, что у тебя есть правая рука и левая рука, и что они как-то не функционируют вместе, как бы бывает. Вот. И, конечно, это сложно вначале. И вот многие вот как раз в этом начале уходят. Но если ты как-то пережил это, то, наверное, это уже что-то больше. Ну, сначала палочки надо научиться писать, и это самое сложное. Да. В буквы ты потом все и не имеешь. Это нужно все на самом деле пережить. Слова пишешь легче. То есть, я всегда стараюсь на занятиях, особенно вначале, всегда говорить девочке, скучно может быть, сложно, но я говорю, потом вы будете танцевать. Это я вам обещаю, и действительно, моя группа уже танцует. То есть, я считаю, что, я это им говорю, конечно, девочки, вспомните себя вначале, и сейчас сравните, и вы сами поймёте, что сейчас, конечно, уже что-то есть действительно такое хорошее. Традиционно. Как ваши близкие. Да, ну давай, сначала про близкие. Близкие, конечно. На самом деле, у меня мама с папой, наверное, очень рады тому, что я нашла вот то, чем я хочу жить. То есть, просто то, что меня вдохновляет в этой жизни. А биология для чего? Биология – это тоже моя вторая любовь. То есть, у меня как-то вот две любви в жизни, и я такие не смогла выбрать. Когда мне, ну, когда мне стал вопрос в единственном классе, куда мне поступать, мне очень многие говорили, давай в хореографическое, давай туда. Я говорю, да что, я в биологию хочу тоже. Говорю, да как ты будешь совмещать? Я говорю, это я потом решу уже. Мне вот нравится и биология. Мне кажется, мы определились с каким-то образом, потому что вы танцы назвали всё-таки хобби. Я не знаю, хобби лету у меня уже. Я не могу, вот у меня ещё пока это не решено. Мне очень хочется это слово говорить. Да, потому что вот хобби – это что-то какое-то более мелкое, я считаю. Бывают такие увлечения, которые занимают такую нишу в жизни. Может быть, это у меня дают рисунок как раз в этом плане. Можно заниматься ещё чем-то, иногда хобби, потому что всю жизнь нельзя, там до старости, может быть, в это вкладываться. Я не знаю, может быть, ещё какие-то причины. Я пока не могу сказать, что это для меня. Но это, безусловно, это что-то действительно очень большое. И как часто вы вот неделю сколько раз? В неделю четыре раза получается. То есть выходные у вас заняты. А списание-то жёсткое. Выходные, нет, выходные не заняты. Просто потому что вы студентка, понятно, что там требуется тоже вкладываться. Ну, это танцы по вечерам, утром студенчества, вечером танцы. То есть вот так у меня получается. Я всё-таки тут вопрос задам, который у меня ещё в самом начале созрел. Вот когда мы говорим о танцах, о музыке, о движении, ну, тем более вот это вот, более такие, ну, женские, что ли, да, виды искусства, там мужчины-то вообще там танцуют или нет? Конечно. То есть есть, да? Это и мужской, и женский танец. А, парный тоже может быть, да? Или нет? Нет. Это нельзя называть каким-то парным танцем. Это танец, могут танцевать и женщина, и мужчина, но там нет вот этого контакта, как вот в латиноамериканских танцах, когда люди встают в пару, да? А, то есть конкретно пара, и не в замке не держат? То есть просто женщина и мужчина. И они танцуют уже как-то, я даже не знаю, как называть такие постановки. То есть они просто танцуют вместе. То есть они как-то взаимодействуют в этом танце, но они не задевают этого друга. То есть бывает, что они как-то, может быть, что-то касаются друг друга, но это очень редко. Вот в вашем коллективе их равное количество мужчин? Мужчин нет в нашем коллективе. То есть у нас женский коллектив. Тогда, может быть, давайте мы для телезрительниц, которые, может быть, заинтересовались, которые, может быть, захотели бы этим заниматься, а вы можете им сказать, что всё-таки даёт женщине? Для чего? Может быть, женщине нужно даже некоторой. Я вот как бы так про себя понимаю, но это мой такой непрофессиональный. Мне бы хотелось услышать от человека, который танцует, и что там получает женщина? Ну, я думаю, что женщина получит расправленную спину, то есть ассамбль, это однозначно. Я не могу сказать, нет, я не могу сказать, что женщины похудеют. То есть для похудения, для этого направления всё-таки это фитнес. Это вот там ты точно похудеешь. А вот тут, я не знаю, ну то, что осанка, это манера как-то двигаться, держать себя более гордо. Ну, спину прямо держать это уже очень много. Уверенность в себе, наверное, дают. Уверенность в себе, да, ты получишь, я думаю, что у тебя всё равно изменится как-то манера вообще вот себя подавать. Поставить голову там можно, наверное, правильно. Да, то есть опущенные головы я убираю на занятии обычно. То есть умение предъявлять себя. Да, то есть опять-таки это не сразу же появится, да, но со временем это всё равно, женщина всё равно становится другой немножко. Ну, да, танец от тела. Ну и физическая это всё равно, потому что она же тоже какая-то коррекция. Есть. Во сердце нагрузочка. Да, то есть это естественно, что... Подтягиваются всё равно мышцы какие-то. Ну, сказать, что ты похудеешь вот просто сразу же, да, и там... Ну, нет, не про похудение даже, а про физическую вот эту вот составляющую организму. Для получения удовольствия. Удовольствия, да, то есть, но это опять-таки приходится временем. Разрядки, разрядки. И разрядка тоже приходится временем, потому что вначале ты всё равно думаешь. Вначале напрятки. Напрятки. А потом, когда ты сможешь уже в эти движения себя вложить, то уже тогда приходит разрядка. Но с другой стороны, когда напряжены мышцы, может быть... Освобождается голова, мысли освобождаются. Да. Потому что я тоже и за собой замечала, и за своими девочками, что они приходят, бывают в таком настроении, ну, всё равно мало ли что случается. И когда уходят занятия, мне даже иногда говорят, Алёна, я отдохнула сегодня, спасибо тебе, что... Говорит, просто я забыла, что у меня вот что-то произошло, да. И по себе знаю, что я прихожу, бывает, вообще в ужасном состоянии, забываю об этом, обо всём. И в конце занятия я, да, ну, у меня какие-то проблемы были, ну, ладно, ничего, решу их потом. Это действительно про то, что освобождается голова, потому что действует физическое тело и, наверное, эмоции. Там же много... Да, эмоции, это просто... Даже в танце можно выразить вот все эти негативные эмоции. Вот этот совместный танец, как... Совместный коллектив? Да, то, что вы... Коллектив. Насколько это, как вы думаете, важно? Ну... И кто у вас... Есть ли люди, которые, допустим, не смогли там задержаться по каким-то личностным, может быть, причинам, не потому что они не хотели танцевать? Это насколько важно? Да, психологическая совместимость, может быть, там должна быть. Да, естественно, что как-то вот у нас все равно в коллективе люди какого-то, не знаю, не то чтобы одного темперамента, да, но какие-то вот склад мыслей, что ли, что... Ну, не знаю, вот, все равно нас объединяет вот это, и мы как-то уже подстраиваемся друг под друга. То есть в коллективе, когда танцуешь, очень важно друг друга чувствовать в танце. То есть ты стоишь, рядышком стоят твои, ну, как это, союзники, да, танцоры, и ты должен все равно и видеть их боковым зрением, и чувствовать, и вот эта вот какая-то внутренняя сплоченность должна быть в коллективе. То есть это тоже со временем приобретается. А насколько это зависит от вас, как от руководителя? Как от руководителя? Ну, я думаю, что... Ну, я могу сказать про свою группу, которую я веду, да, то есть начала вести. То есть это, конечно, относиться к девочкам на равных, то есть, ну, как-то вот особо там не выделять, да, вот каких-то людей, просто относиться на равных, что они все танцуют, что они все все умеют, все все могут. Потом, это, естественно, познакомиться со всеми, то есть разговаривать на равных. То есть как-то относиться как к людям хорошим, и я думаю, что это как-то все нас получает. Ну, вот мне так показалось, что вы специально ничего такого не делаете, да, для там сплачивания коллективного? Наверное, важно, что руководитель так, ну, как-то на единой волне, настроенный, да, так друг к другу приближает эту идею, и он может этим объединять. Да, то есть вообще, на самом деле, я сама не поняла, как у меня вот произошло объединение моих девочек, да, вот, которые два года занимаются, я просто уже вот... Возможно, ваша такая увлеченность. Может быть, да, то есть они вот остались увлеченные, вот я их как-то задержала вот этим, и сейчас действительно они уже и танцуют вместе лучше, и как-то уже начали друг-друга чувствовать, потому что вначале, конечно, это было... Одна делает это, а другая это. Девочкам до скотка вашей? Девочкам от 25 до 40. Ну, я называю их девочками, то есть это... Как это это... Мне это представление от детек. Да, это просто у меня такое уже... Ну, то есть совершенно взрослые уже, так, зрелые люди. Да, совершенно. То есть, а в нашей старшей группе это... Я самая молодая, а девчонкам, ну, им 30-40 лет. То есть это уже такой возраст. Чтобы наши зрители понимали, каких девочек приглашают. Да, 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 что если женщины захотят, то они как раз могут туда вписаться. В принципе, молодые девушки, вот, ну, вот мне 19, могут прийти 17-летние. Я же пришла туда в 15 лет во Фламенко. Пожалуйста. Если девочка чувствует... Мне кажется, такая целеустремленность вам, Алена, дает такую зрелость личностную. Может быть. Может быть, не знаю. Ну, как бы целеустремленность, она у меня берется вот именно потому, что мне это нравится. И поэтому я хочу в этом добиться чего-то. Наверное, мы пожелаем успехов вам. Спасибо. Чтобы вам, ну, удалось всего добиться в личностном плане, да, и чтобы с группой все удавалось, чтобы получалось все. Да, и те, кто вот услышал сегодня, нас увидел, то, наверное, они могут уже увидеть преподавателя конкретного, да, вот, и иметь возможность даже у него заниматься. Если Алена хочет, она, наверное, может сказать, куда надо приходить. Я думаю, что это можно сделать, потому что сейчас мы уже заканчиваем сегодня наш эфир. Я благодарю всех за внимание. С вами была Сарьяна Пономарева и моя соведущая Татьяна Азанова. У нас в гостях была Алена Трунова. Она танцует фламенко. У нас в гостях была Алена Трунова.